Во время этой сессии несколько мажорных тем. Одна из них это, конечно, как мы называем, трассеизм, путешествие депутатов из одной фракции в другую, формирование группы Промолдова. Кстати, демократы, они сегодня участвовали в дебатах по поводу результатов сессии. И с их точки зрения, одна из таких мажорных тем, это выход депутатов из Демократической партии, создание группы Промолдова. Кстати, двое депутатов ушли и в партию ШОР. Ну, и как итог всего этого, хотя не окончательный итог, была декларация парламента по поводу трассеизма, нежелательности этого феномена, но она ни к чему не привела, потому что процесс продолжился. На следующей же неделе, или через два дня, насколько это было. Да, и те же депутаты, которые подписали эту декларацию, некоторые из них, например, Евросинья Греция, она же и покинула с успехом Демократическую партию. Ну, тут сразу начались дискуссии, что мотивирует этих депутатов. Мы все прекрасно понимаем, что мотивирует, но по телевизору это так напрямую не скажешь. Наверное, деньги, наверное, финансы. Обсуждались и суммы. Некоторые даже им очень завидовали. Другие спрашивали себя, ну, хорошо, если все так поступят, то что останется из этого парламента? И вот, я думаю, настоящий итог или окончание всего этого процесса был, конечно, выход Гацкана, который не был доведен до ума. То есть здесь процесс оборвался, причем очень резко. Социалисты не позволили вырвать одного депутата из фракции, хотя бы одного. Я думаю, что мы вот по поводу Гацкана еще отдельно сегодня же чуть позже. Да, это хорошая тема, его выступление. Но вы понимаете, то есть как результат вот всего этого процесса у нас сейчас такое восприятие парламента как нелегитимного, но рабочего. Потому что, с одной стороны, мы все недовольны, неприемлемо этот процесс. А с другой стороны, ну что ж поделать, пойман не вор. Мы все понимаем, что это все произошло из-за такой финансовых стимуляторов. Нет, это вы понимаете. Я лично жду решения прокуратуры. А зачем это ждать? Кому это нужно? Это решение, что она улучшит во всем. Решение прокуратуры может только наказать, но правду, истину она не раскроет. Истина она где-то рядом с нами. Мы ее видим. И отказаться от истины, кривить душой и считать, что пока нам прокуратура не расскажет, была взятка или нет, мы не имеем права рассуждать на эту тему. Это, мне кажется, неверно. И вот как итог, у нас парламент нелегитимный, но функциональный. И мы признаем, что даже... Кстати, этот процесс, он привел, с моей точки зрения, к определенному позитиву. Мы начинаем понимать, что коррупционеры, они тоже люди, и в принципе, они составляют основу этого парламента. И это работает. Это функционально. И мы не можем, и даже не собираемся взять виллы, пойти и смести их оттуда.